Ну что, коллеги, добрый день. Рада вас всех приветствовать на нашем вебинаре. Позвольте представиться. Меня зовут Корнаухова Елена, и я являюсь специалистом отдела маркетинга. Хочется вам выразить огромное уважение. Спасибо за ваше доверие. Спасибо огромное от меня лично, что нашли свободное время среди рабочего дня и присоединились к нашей онлайн-трансляции. Ну, коллеги, сегодня мы с вами будем говорить о таком интересном, невероятно красивом, многогранном направлении, как Мексика. Сразу же хотела бы обратить ваше внимание, что в процессе нашей беседы, отвечая на вопросы в чате, мне будет помогать моя коллега из отдела по работе с агентствами Зарина Рахманова. Поэтому, коллеги, не стесняемся. Если у кого-то в процессе будут возникать какие-то дополнительные вопросы, вы, пожалуйста, пишите. По мере возможности, естественно, я постараюсь и Зарина ответить на все вопросы. Если вдруг мы не сможем предоставить прямо сейчас ответ, вы всегда можете воспользоваться нашей формой обратной связи и направить запрос в отдел по работе с агентствами или в отдел маркетинга. То есть я с удовольствием поделюсь какими-то своими фото, видео. Можете писать. Пожалуйста, не стесняемся. Здравствуйте. Хотелось бы даже спросить, кто у нас сегодня присутствует на нашем вебинаре, кто из какого города. Очень интересно посмотреть. Уфа, Челябинск. Супер, коллеги. Ростов. Я была в Ростове. Отличный город. Минск. Рада со всеми познакомиться. Отлично. Сколько городов. Москва, Нижний Тагил. Всем привет, коллеги. Ну что, я думаю, можно уже постепенно переходить к нашему непосредственно направлению. Еще раз, это Мексика. Значит, хочется сразу рассказать о нашей полетной программе. Как вы знаете, мы осуществляем авиаперевозку нашим стратегическим партнером Азур-Эр. Хочется даже нас всех поздравить. То есть мы продлили нашу полетную программу на весь летний период. И мы будем летать до 30 октября два раза в неделю. Если помимо чартера, то есть мы можем еще предложить регулярные рейсы, осуществляемые Аэрофлотом. А звук есть? Коллеги вот уточняют. Слышно меня? Звук есть. Вроде как бы все отписали, что меня хорошо слышно. Осуществляем регулярные рейсы авиакомпании Аэрофлот. Летаем мы в Мексику также бизнес-классом на борту Азур-Эр. Ну, не буду перечислять все преимущества, чтобы было комфортно вашему туристу добраться до Канкуна. Ну, основные какие-то моменты. Это увеличение нормы провоза багажа. Ну, и самый большой плюс, конечно же, это раскладывающиеся кресла в горизонтальную кровать. То есть вы летите в полном комфорте. Мексика в прошлом году была моей 22-й страной. Я радуюсь за вас, Земфира. Вы огромный молодец. Активный путешественник. Мексика, смотрите, то есть это небольшой слайд, который Анакс Тур рекомендует отели. Вы можете сделать сейчас принтскрин, ну и далее воспользоваться этим принтскрином, этими отелями для рекомендации своим туристам. На дозаправку приземляется самолет по пути? Нет, коллеги, у нас прямой авиаперелет. У нас был недавно рекламный тур как раз в ноябре. Мы летали с моими коллегами. Прямой авиаперелет Москва-Канкун. Ну, я думаю, мы сейчас с вами начнем с въезда в страну. Вы знаете, что Мексика – это одна из самых лояльных стран, где требуется минимальный комплект документов. Значит, виза, подробная информация по электронному разрешению. Все у нас, да, еще хотелось бы обратить ваше внимание. Вся актуальная информация находится у нас на сайте. Поэтому всем гражданам Российской Федерации требуется доступное, точнее, электронное разрешение. То есть работая система электронного разрешения, необходимо при себе, самый главный момент – это иметь электронное распечатанное разрешение, потому что, если его не будет распечатанного документа, будет отказано как в посадке на рейс, так и во въезде в Мексику. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь, распечатывайте все документы. Сразу же такой момент. То есть при заведении заявки не откладывайте много времени на то, чтобы в самом конце оформлять эту электронную визу, потому что вы считаете, что это самое простое, что может быть. Просто нужно иметь определенное время в запасе, потому что если будет отказано в электронном разрешении, вам нужно будет самостоятельно обратиться в посольство Мексики в Москве. То есть это будет срок оформления примерно 6-11 рабочих дней. Поэтому настоятельно мы рекомендуем запрашивать электронное разрешение с запасом времени для того, чтобы, если что, успеть оформить визу через консульство. Для тех граждан, у кого есть шенгенская виза, я думаю, что все знают такой момент, что если у вас есть мультивиза, выданная не менее чем на полгода, и она покрывает сроки поездки, соответственно, оформление электронной визы вам не требуется. Просим направить запрос в чартерный отдел. Ну, коллеги, я думаю, что Зарина сейчас справится и сможет ответить на все интересующие вас вопросы. Электронное разрешение мы можем сами оформить? Да, коллеги. Электронное разрешение вы можете оформить как самостоятельно, так и через компанию Annex Tour. Верните слайд с отелями. Возвращаю, коллеги, ненадолго слайд с отелями, пока далее проговорю про электронное разрешение. То есть электронное разрешение можно оформить через Annex. Это будет стоить 15 долларов. За детей взимается также плата, как и за взрослых, независимо от возраста и остальных факторов. Коллеги, я надеюсь, вы уже успели сделать спринтскрин, поэтому приношу извинения, но листаю дальше. Далее, значит, такой тоже очень важный момент про при въезде несовершеннолетних на территорию Мексики. Я не буду сейчас тоже зачитывать все эти формальности, но все-таки попрошу вас обратить внимание, что несовершеннолетние, если они с одним родителем путешествуют, с третьим лицом, даже если ребенок выезжает с обоими родителями, но у родителей разные фамилии, вам необходимо будет иметь оригиналы свидетельств о рождении, и самый важный момент, то есть это должна быть заверенная у нотариуса перевод на испанский или английский язык. То есть тоже вот такая система, на которую требуется обратить внимание при выезде несовершеннолетнего ребенка. Появилась информация о отмене заполненных анкет за 12 часов. Коллеги, вот как раз это следующий момент, к которому я хотела перейти. Я знаю, что сейчас Мексика – это одно из самых популярных у вас направлений. Тот, кто отслеживает актуальную информацию по Мексике, сразу же хочу вас проинформировать. Компания Annex Tour сейчас находится в процессе, так скажем, корректировок, уточнения вот этой информации. Поэтому дайте нам еще немного времени. Мы в процессе запроса этой информации, поэтому, Лилия, в ближайшее время, я думаю, мы будем располагать актуальную информацию. Перед выездом ваших туристов попрошу или самостоятельно оформить, ознакомиться с информацией на сайте по поводу въезда в страну в связи с COVID, вот этим как раз ходом здоровья. Или, если это не будет информации, просто переуточнить, вы можете направить свой запрос, опять-таки, по форме обратной связи на отдел по работе с агентствами или на отдел по работе маркетинга. Я знаю, что читаю многие чаты и знаю, что туристы заводят специально будильник, чтобы, так скажем, не проспать время заполнения данной анкеты. Поэтому мы в процессе, я думаю, что в ближайшее время все будет корректно отображено, точнее, сейчас уже корректно на сайте, но мы вот уточним и пишите, если вдруг возникнут какие-то дополнительные вопросы. ПЦР, да, коллеги, в любом случае карантинных мер для туристов нет, тест на COVID-19 сдавать не требуется. Здесь вопрос именно в том, что вот второй пункт в этом слайде, предварительно необходимо заполнить электронную форму по QR-коду. Вот вопрос сейчас был именно в этом. Ну, еще такой главный момент – это паспортный и таможенный контроль в Канкуне. При… по прилете необходимо заполнить миграционную карту, она у нас выдается в самолете. Одна часть на пограничном контроле будет забираться, вторая – необходимо сохранить на обратный вылет. Сразу же, такой момент, коллеги, при утере взимается штраф, поэтому сразу же информируйтесь туристу, чтобы было, я не знаю, специальной конверсией, куда нужно было сложить все соответствующие документы. Заполнение этой миграционной карты очень простое. Как обычно, то есть это фамилия, имя, название отеля. У нас на сайте тоже есть инструкция по заполнению этой миграционной карты. Если вдруг кто-то хочет прям максимально позаботиться о своем туристе, вы можете распечатать эту инструкцию и дать своему туристу в самолет. Также сотрудники в самолете по запросу могут подойти, ну, естественно, тоже сориентировать, что… где нужно заполнять, если вдруг будет непонятно. Дальше у нас получается… какие таможенный контроль, то есть при единовременном ввозе тоже обратите внимание, то есть если сумма превышает 10 тысяч долларов, то ее, естественно, нужно будет задекларировать. И по поводу ввоза лицам старше 18 лет на одного человека – это 10 пачек сигарет, 25 сигарел, ну и 3 литра крепких алкогольных напитков. Ну, я думаю, что также информация есть на сайте в памятке, вы сможете ознакомиться подробно. Общая база данных. Чем шире улыбку туристов и позитивный настрой для всех – welcome. Ну, коллеги, значит, следующий у нас момент, на что хотелось бы обратить ваше внимание. При прохождении такие нюансы, как проверка документов на таможенном контроле, также можете здесь отписаться, интересно, кто-то проходил таможенный контроль, возникли какие-то у вас трудности, какие-то вопросы были ли у вас дополнительные, у ваших туристов. Может, вы лично посещали данное направление и сможете поделиться своими эмоциями. Олеся Шлык, только собираюсь, вам отличного отдыха. Ну, смотрите, то есть по регламенту ожидание туриста групповым трансфером 2,5 часа. То есть вы знаете, если у таможенника возникнут дополнительные вопросы, он сможет остановить туристы и задавать какие-то вопросы. Вот время ожидания трансфера 2,5 часа. Поэтому, если у вас есть туристы с детьми, ну, я не знаю, может быть, какие-то возрастные туристы, ну, или просто семьи, которые не хотят ожидать такое длительное ожидание в автобусе, вы можете, естественно, предлагать им индивидуальный трансфер. Поэтому, возможно, такие задержки и, возможно, что придется ожидать вот такое длительное время. Мы, кстати, в рекламном туре. У нас была одна женщина, которую, кстати, задержали как раз примерно на 2,5 часа. Мы ее ожидали в автобусе. Поэтому, Татьяна, если вы меня видите, слышите сегодня, я очень рада, что вы присоединились к нашей группе и все прошло отлично. Следующий у нас вопрос, которому требуется уделить время, это экологический налог в отелях в Мексике. Значит, с 1 апреля 2021 года экологический налог у нас составляет примерно 1,35 доллара. И этот экологический налог у нас взимается за номер в день непосредственно в чек-ин, день прибытия, то есть на стойке регистрации. Только вернулись ВИПы, ждали индивидуальный трансфер. Ну, коллеги, здесь такой очень интересный момент. Можете направить запрос для уточнения. Также с 1 апреля ко всем иностранным пассажирам, которые посетят Ривьера, Майя и Канкун, будет применяться новый налог, право на использование активов общественного достояния. Это примерно где-то вот 11 долларов США. Можете вы оплачивать как долларами, так и картой, то есть экологический налог, он обязательный и нужно будет его оплатить всем туристам. Напряжение электросети, если вот кратко пробежаться, что, ну, вот какие нюансы есть по Мексике, то есть это будет 110 вольт. Вам нужно будет не забыть взять с собой переходник. Забыли, если его нет, коллеги, не 11 долларов в сутки, а вообще в принципе 11 долларов на человека. Получается, значит, взять с собой переходник. Если вы его забыли, не проблема, как вы знаете, на месте можно его примерно купить за 5 долларов. Следующий такой нюанс – это у нас правила предоставления дополнительных кроватей. Дополнительные кровати в отелях у нас не предусмотрены. Размещение производится согласно оснащению, и дополнительные кровати у нас только по запросу туристов на ресепшн отеля при наличии, естественно, и в зависимости от отеля. Также по поводу вот этих нюансов хочется обратить ваше внимание по поводу инфо-встречи с гидом. Сразу же напоминаю, что гид, представитель не находится в отеле, как в Турции, постоянно. То есть в связи с ковидными ограничениями у гидов, ну, определенные отношения с каждым отелем, то есть идет согласование с каждым отелем время прибытия нашего представителя. Поэтому если гид назначил определенное время в определенный день, пожалуйста, ориентируйте туристов, чтобы они присутствовали на этой инфо-встрече. Даже для того, чтобы они обменялись номерами телефонов, чтобы гид и турист всегда были в случае чего на связи. Вся информация по экскурсионной программе, по обратному трансферу, она приходит, эта информация, по WhatsApp. Поэтому инфо-встречи, она обязательная, и время, оно прописано будет, точнее, не прописано, а будет указано сразу же по прибытию туристов. И как еще найти нашего представителя? Очень многие пишут запросы, что не смогли найти стойку аннекс-тур. Коллеги, туристы получают свой багаж, уже выходят за территорию от аэропорта, и вот по правой стороне будет где-то в метрах 10 стоять стойка аннекс-тур. Вот здесь все как обычно, все как в любой стране. Поэтому расписание работы гида есть в отеле. Вся переписка будет идти только по соцсетям или по WhatsApp, или телефон, указанный в аучере, тоже будет активный, то есть можно будет прозвонить, как обычно, по телефону горячей линии. Значит, уже будем сейчас переходить непосредственно к курортам. Поэтому сейчас мы с вами начнем с Ривьера Майя. Дам общую информацию. То есть на восточном побережье полуострова Юкатан расположен лучший курорт Канкун. К югу от него, вдоль Карибского моря, здесь уже набирающая популярность регион Ривьера Майя. То есть вся эта курортная зона омывается Карибским бассейном. Сколько лететь по времени, сколько кормят? Коллеги, лететь туда в районе 13 часов. Кормят один раз горячим. Всегда можно попросить водички есть. За дополнительную плату, как карта, журнал с платными напитками и едой. Поэтому, так, вот, мои коллеги мне помогают. Спасибо. Значит, разница во времени с Москвой плюс 8 часов. Также у многих возникает вопрос по безопасности в Мексике. Мексика обросла такой чередой слухов о том, что может быть даже где-то низкий уровень безопасности. Могу вас заверить, большие города и популярные курортные зоны полностью безопасны. Там можно выходить за территорию отеля и классно проводить время и свободно гулять. То есть с этим нет проблем абсолютно никаких. В Мексике, возможно, расплачиваться как долларами, можно расплачиваться картой. Но есть такой вот нюанс, что не все, не во всех местах можно расплатиться Apple Pay, Google Play, извиняюсь, Samsung Pay. Поэтому нужно предупредить, что нужна всегда физически карта. Потому что если вы, например, и мелочь, вот еще, то есть нужно всегда иметь при себе мелкие купюры. Потому что если, допустим, у вас будет большая сумма, на такси, например, вы передвигаетесь, то водитель не сможет сдать вам с крупной суммы деньги. Поэтому вот имейте это в виду. Да, минус 8 часов, коллеги, оговорилась. Стоимость поездки на такси в Мексике существенно отличается не только в разных городах, но и даже в разных районах. Посадка в авто будет примерно 30 песо. Сегодня у нас 21 доллар, 21 песо. Это примерно 76 рублей. Налог, коллеги. Зарина, если несложно, продублируй, пожалуйста, еще раз информацию про налог. Потому что очень много сейчас поступает именно вопросов. Да, минус 8 часов, все верно, в Канкуне. Про сезонность в Мексике. То есть можно поделить условно эту сезонность. Высокий сезон с ноября по апреле, низкий сезон с мая по конец октября. Но, как мы уже ранее сказали, Мексика такая многоградная страна, такой симбиоз истории и пляжного отдыха, что можно найти занятия для себя в любое время года. Поэтому сезонность, она такая, знаете, утрированная, можно лететь в любое время года. Тем более мы продлили полетную программу до 30 октября. Единственный вопрос, это по поводу того, что в последние годы водоросли стали настоящей проблемой для Карибского бассейна. И опыт прошлых лет показывает, что на пляжах водорослей может быть много в любое время года. Сейчас создано очень много сайтов. Вот сейчас на этом слайде отображен, так скажем, один из основных, где размещена интерактивная карта водорослей. Поэтому, если кому интересно, кто летит и, так скажем, хочет знать актуальную информацию по водорослям, вы сможете воспользоваться интерактивной картой, которая обновляется каждый день и уточнить уже исключительно по своему региону, по своему отелю. То есть все наглядно будет видно. Поэтому, собираясь на какой-нибудь пляж, проверьте, просто есть на нем водоросли или нет. Далее. Так как у нас большое количество отелей в Мексике, сегодня, к сожалению, не будет у нас возможности проговорить абсолютно про все. Но дам сейчас те отели, на которые, так скажем, стоит обратить внимание. Поэтому перейдем сейчас непосредственно уже к отельной базе. И первый регион, о котором мы с вами сейчас будем разговаривать, это Ривьера Майя. Можно немного про регионы. Вот, пожалуйста, Ривьера Майя. Это данный курорт у нас подходит. Естественно, он подходит для любой категории туристов, но предпочитает в основном отдых с детьми. У отелей, как правило, здесь очень огромная просто территория, и, как правило, за территорию выйти некуда. Меняется картина сильно по водорослям. Да, картина. Как я ранее уже сказала, в любое время года могут быть водоросли. Значит, отели здесь в основном Ривьера Майя не превышают высоту пальм. В течение последних нескольких лет Ривьера просто активно развивается. Здесь отстраиваются невероятные комплексы. Здесь развивается инфраструктура от современных каких-то гостиниц до экзотических карибских бунгало. В основном отели работают на все включено. Поэтому первый район, о котором мы сегодня будем говорить, это Плая Дель Кармен. Плая Дель Кармен – это основной курортный город. Плая Дель Кармен, он вот как раз находится в мексиканском штате Кентано-Роу и расположен в центре курортной зоны Ривьера Майя. Из аэропорта до данного региона примерно 90 километров, это где-то в районе полутора часов. Но, опять-таки, все зависит от того, как в автобусе будет набираться народ. То есть, если у кого-то будет вопрос на таможенном контроле, на пограничном контроле, то, соответственно, время ожиданий и время разъезда до всех отелей может быть увеличено. Самый богатый район Плая Дель Кармен, он, этот район, охраняемый, знаете, как небольшой такой кондоминиум. Есть сувенирные какие-то магазины, но в основном здесь также живут местные жители. То есть, такие маленькие, красивые домики местных жителей. Все очень симпатично и красиво. Сегодня мы с вами далее будем говорить про пляжи Плая Кар. Сейчас пойдет группа отелей, которые расположены именно на этом пляже. То есть, Плая Кар – это один из красивых пляжей курорта Плая Дель Кармен. Там невероятно широкая пляжная полоса, лазурное море, как, знаете, рекламная картинка. Ну и, соответственно, живописные пейзажи, богатый животный мир. Я не знаю, животное, которое вы в обычной жизни, естественно, не сможете увидеть. Это и носухи, и агути, фламинго. То есть, просто невероятная красота. Первая сеть отелей у нас будет – это Рио отели. Я сразу же приношу извинения за такую вот чуть-чуть мятую карту, но она привезена из Мексики. Они загружены в этот слайд. Ну и, соответственно, здесь очень наглядно будет понятно, кто какой территории сможет пользоваться. Так, поэтому, да, запись будет вебинара, коллеги, на YouTube-канале на нашем. Поэтому вы дальше сможете, если кто сейчас отвлекается, сможете потом спокойно просмотреть наш вебинар. Первый отель у нас – это будет Рио-Лупита. И я буду переходить, вот, допустим, первого у нас – Рио-Лупита. И сразу же объясню, кто чем будет пользоваться. Данный отель расположен, вот он, в этой части. Подскажите, видно, да, как я мышку вожу? Получается, этот отель Рио-Лупита находится примерно в трех с половиной километрах в левом углу. Значит, вы смотрите на карту. Если смотрите прямо на карту, в нижнем левом углу – отель Рио-Лупита. Этот отель находится дальше всего от моря. Рио-туристов возят на пляж отеля Рио-Пелос-Ривьера-Майя на автобусе. Рио-Пелос-Ривьера-Майя – это тоже по левой стороне, уже в левом углу. То есть нет картинки отеля. Картинка отеля, смотрите, вот она, следующая. Просто я хочу вернуться к слайду с карты, чтобы вы могли увидеть наглядно, кто какой территорией пользуется. Вот отель Рио-Лупита возят на пляж отеля Рио-Пелос-Ривьера-Майя на автобусе. То есть автобус ходит каждые 15 минут с 7 утра до 18.30. И на пляже Рио-Пелос-Ривьера-Майя туристы Рио-Лупита могут только пользоваться снэк-баром на пляже и самим пляжем, соответственно. Основная инфраструктура, она абсолютно закрыта. То есть пользоваться другими отелями отеля Рио-Лупита не может. Последняя капитальная реновация была в 2011 году. Территория отеля небольшая, всего там будет 300 номеров. Выйти из данного отеля некуда. И туристы, проживающие на территории данного отеля, еще раз повторюсь, чтобы не было потом недоразумений, они не могут пользоваться отелями других отелями вот этого комплекса. Смотрите, есть у Рио свое приложение. То есть если вы отправляете туристов, для удобства они могут скачать на свой телефон это приложение и пользоваться в случае, я не знаю, даже пройти онлайн-регистрацию. Если в номере произошли какие-то неполадки, то есть можно сразу же отправить свой запрос, заказать химчистку, записаться на массаж, заказать ранний подъем. То есть вся навигация в этом приложении очень удобная. И как бы я считаю, что для туристов будет очень полезно. По поводу, значит, для кого можно рекомендовать данный отель. То есть рекомендовала бы больше для взрослых, для молодежи. Основной контингент у этого отеля американцы. Как и во всех Рио, сразу же обозначу. Для молодежи основной контингент европейцы, американцы, русскоговорящего, да, в отелях Мексики русскоговорящего персонала нет. Я хотела бы вернуться по поводу диспенсеров. Во всех отелях Рио есть диспенсер с алкогольными напитками. Перевернутые бутылки, 4 штуки висят. Ну и, соответственно, бесплатное пополнение. Далее, вот он, этот отель. Ездят на пляж, с пляжем все хорошо там. Следующий отель у нас получается Рио-Юкатан. Это уже следующий отель на территории этого комплекса. Я вернусь на 2 секунды вот на этот слайд и хотела бы обратить ваше внимание. Отель Рио-Плайакар, Рио-Текила и Рио-Юкатан. Это три отеля, которые могут свободно пользоваться инфраструктурой друг друга. Значит, самый первый отель из этого комплекса – это Рио-Юкатан. Вот такой холл с левой стороны на слайде, вы видите, он сделан такой в розово-пурпурных тонах. Вход в море будет песчаный, собственный песчаный вход. Он у этого отеля в шаговой доступности. Здесь как раз будет невероятно широкая полоса. С пляжем все хорошо. У этого отеля обновленный номерной фонд. И хорошее питание. У нас там был как раз обед. В принципе, все по питанию, нареканий нет. Минимальная категория – дабл стандарт. В каждом номере, как я ранее сказала, есть диспенсер с алкогольными напитками. Обширная развлекательная программа как для детей, так и для взрослых. Как, где они на карте, вернуть слайд просто, все они вот на карте хорошо видно, как они расположены и чем могут пользоваться. Как предоставил информацию наш представитель этого отеля, в связи с ковидными мерами, сейчас чек-ин в 16.00, чек-аут в 11 часов. Оплата также экологического налога не забываем. Причем, отель для любой категории туристов. Этот Рио-Юкатан, да, он находится на первой береговой линии. Верните слайд, пожалуйста. Рио-Лупито. Он, так скажем, вот он в левой части, Рио-Лупито, он независимый отель. Отели, вот они как треугольничком идут. Рио-Плайя-Кар, Рио-Юкатан и Рио-Текила – это три отеля, которые могут пользоваться инфраструктурой друг друга. Сразу же, давайте, на этой карте видно еще Рио-Отель Пелос Ривьера Майя и Рио-Отель Пелос Мехико. Это два отеля, которые более высокой категории, более высокого уровня. Три отеля, Плайя-Кар, Текила и Юкатан, не могут пользоваться территорией этих двух отелей, так как они выше категории. Эти два отеля могут пользоваться территорией всего комплекса. Помимо только Ривьера Майя не может пользоваться Рио-Пелос Мехико, потому что это отель только для взрослых. Да, то есть если вы живете в одном из трех отелей, Плайя-Кар, Текила и Рио-Юкатан, вы можете пользоваться полностью всей инфраструктурой, в том числе и ресторанами. Так, запутали коллеги окончательно. Срезаем. Еще раз. Хорошо, так как у нас следующий еще будет тоже большой комплекс, еще раз. Рио-Лупито, отель независимый. Он не пользуется ни чьей территорией, только если он ездит на пляж Ривьера Майя Пелос. Отель Рио Пелос Ривьера Майя. Он только ездит на этот пляж и пользуется снэк-баром на пляже. Три отеля. Отель Рио Плайя-Кар, Рио Юкатан и Рио Текила. Это три отеля, которые могут пользоваться инфраструктурой друг друга, но не могут пользоваться отель Рио Пелос Мехико, отель Рио Пелос Ривьера Майя. Так как эти два отеля с приставкой Пелос, они имеют более высокую категорию и высокий сервис обслуживания. Следующий у нас отель, это будет Рио Текила Клап Отель. Отель самый новый, он полностью реновирован, был три года назад. Он, так условно можно сказать, находится на второй линии через дорогу. Это примерно где-то 450 метров от отеля. Он самый новый, самый тусовочный. Здесь есть дискотека, но пока в связи с ковидными ограничениями дискотека пока не работает и ждут каких-то там особых распоряжений для возобновления работы данной дискотеки. Также минимальная категория дабл стандарт и все они Рио примерно в одинаковом стиле. Да, хороший пляж, коллеги. Огромная широкая пляжная полоса. Так как отель находится на пляже Плая Кар, здесь с пляжами расположенных у этих отелей, отели расположены в этом месте, все хорошо с пляжем. Ну, есть какие-то нюансы, но в общем все хорошо. Коллеги, Зарина, подключайся, пожалуйста, еще раз по поводу пользования, кто чем может пользоваться. На какой пляж возят Текилы? Текилы не возят ни на какой пляж, потому что у них общая территория с Рио-Юкатан и с Рио-Плая Кар. Они... Ну, там есть, курсируют шаттл на пляж, но имеется в виду, что это все в пределах вот одной инфраструктуры. Да, примерно 450 метров. Ну, я не знаю, 450 метров, как кто проходит, но я думаю, что это совершенно неплохое, небольшое расстояние по территории отеля пройтись до пляжа. Рио-Текила тоже очень достойный отель для любой категории туристов. Ну, многие выбирают его как молодежный, потому что есть на территории дискотека, но пользоваться могут, как еще раз повторюсь, все и другие отели этой дискотекой. Написали по пользованию Клоу, наступен на сайте. Следующие у нас категории отелей – это Иберостар Кицаль и Иберостар Тукан. Я специально их объединила в один слайд, и представитель также нас встречал и давал информацию по обоим отелям, идентичную. Из этих отелей на первой линии какой самый лучший? Они все примерно, коллеги, все идентичны, отличаются только Рио-Лупита, потому что он такой в отдаленности и независимый отель. Поэтому Текила, Юкатан, Плайя Кар – все достойные варианты. Отели Иберостар Кицаль и Иберостар Тукан – тоже они расположены в Плайя Кар. Они абсолютно идентичны. Единственное, что… Идентичны имеется в виду, что они пользуются территорией друг друга. Единственное, что в отеле Тукан расположен спортивный зал, мини-бар, клуб, мини-клуб и спа. Это отель провошел последнюю реновацию в 2015 году. И если суммировать площадь обоих этих отелей, то она будет составлять 25 тысяч квадратных метров. Вот он состоит из таких комплексов бунгал, как вы видите на фотографии. Четырехэтажные блоки. Здесь будет тоже, если по поводу пляжа, будет пляж тоже, пляжи все хорошо. Отель классный, вид невероятный, шикарный. Вода лазурная, широкая пляжная полоса. Во время нашего рекламного тура отель был почти заполнен. Сразу видно, с какой душевной теплотой относятся представители к каждому своему туристу. И отель реально пользуется популярностью. 25 тысяч квадратных метров. Но вам нужна, Виктория, попасть в этот отель, потому что отель очень зеленый. Это такой, знаете, как а-ля джунгли своеобразные. По морю вы спускаетесь, по такой, не по морю, а к морю вы спускаетесь, по такой каменистой дорожке. Много на территории отеля животных, черепахи, носухи, павлины, агуси. И, так скажем, тропический рай, дизайн которого был вдохновлен местной культурой. Номерной фонд у этого отеля стандартный, достаточно простой. Но номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Есть номера как стандартные. Есть Junior Suite Ocean Front Beach XS. То есть это номера с прямым выходом к пляжу. Тоже на территории отеля достаточно активная анимация. Это четыре открытых бассейна, рестораны. Очень хотим рекламник, ждем. Был рекламник в ноябре, коллеги. На вид прям очень старые номера. Нет, коллеги, они простенькие, но все очень чисто, аккуратно. Ну, отель, как мы любим всегда говорить, это такое, знаете, соотношение цены и качества. Можно отель рекомендовать как для молодежи, так и вот, опять-таки, для отдыха с детьми. Мы когда-то же были, повторюсь, то есть видели абсолютно и молодежь, которая тусуется на пляже, и вот с детишками, которые кормят этих носух. Кто был в Мексике, может быть, туристы у кого были, рассказывали какое-то вот забавное зрелище, или когда ты проживаешь, и к тебе на балкон вечера приходят носухи. Очень интересно. Следующий у нас отель. Следующий у нас отель Сандес Плайя Кар Бич Резорт. Значит, это тоже отель в Плайя Кар. Вот посередине фотография, коллеги, это вот моя личная, чтобы вы видели наглядно, какая пляжная широкая полоса и какое лазурное море. Отель был открыт в 96-м году. Последняя реновация у этого отеля проводилась в 2018 году. Тот же отель состоит из комплекса корпусов, и они поделены на зону. Это зона селек для взрослых, где 18+, зона хосиенда, это семейная тихая зона, и зона хосиенда элит просто семейная. По территории курсируют мини-кары. Ну, естественно, если у вас селект, то будет определенная привилегия в виде как частного бассейна, доступ ко всем услугам отеля, эксклюзивная зона на пляже с гамаками, шезлонгами. Отличная ухоженная территория. До пляжа примерно это где-то 600 метров по территории отеля, примерно 5-7 минут пешком. Анимация также в течение дня, вечерние шоу каждый день. Их там нет. И еще вопрос по приливам-отливам. Есть или нет? Приливы-отливы в наше прибытие, они отсутствовали, их не было. По поводу волн. В некоторых отелях присутствует совсем небольшая волна, но, в принципе, вот мы были в конце ноября, было, если мы говорим именно про Ривьера Майя, то было все достаточно спокойно. В данном отеле номера светлые, просторные, со всем необходимым освещением. Отель светлый, классный. Можно рекомендовать его для любой категории туристов, поэтому тоже обратите на него внимание, отель очень зеленый, красивый. Ну и тоже вот во время нашего рекламного тура был почти заполнен. Отель тоже пользуется популярностью. Приливов-отливых нет, да. На вид совсем не милые. Это вы про Агуте или про пропал звук? Евгения. Так, давайте еще раз. Агуте. Я это, кстати, первый раз тоже видела в своей жизни Агуте. Они меня очень впечатлили. Мне кажется, у меня в телефоне одни видео с этими Агутей и с носухами. Следующий у нас отель. Я детей не подпускала, но я тоже на расстоянии на самом деле была. Следующий у нас отель. Вива, Винхам, Майя, Три звезды. Отель тоже у нас расположен в Плайо Кар, то есть на пляже. Отель в трех километрах от центра города Плайо Дель Кармен. Последняя реновация в 2016 году. И вот вы видите, как выглядит этот отель вот на большом слайде слева. Состоит из трехэтажных зданий, компактная территория, совсем она небольшая. Номерной фонд, он простенький, но тоже есть все необходимое. Есть тренажерный зал, есть даже а-ля-карт ресторана по предварительной записи, шоу-программы. Простенький, но, так скажем, с отелем все в порядке. Смело можно этот отель рекомендовать. Чистый, аккуратный, светлый, то есть отель для своей категории неплохой. Далее, значит, мы с вами уже перейдем к комплексу отелей Ocean Riviera Paradise. Он уже находится в шести километрах от центра курорта Плайо Дель Кармен. Вопрос по поводу Рио. Спикер сказала, что Рио Пелес выше категории, ими пользоваться нельзя, как туристы проходят между Рио Плайо Кар и Рио Юкатан, между ними на карте Рио Пелес. Возможно пройти, то есть мы проходили всю эту территорию во время рекламного тура, поэтому, я думаю, туристы на месте смогут сориентироваться и пользоваться территорией трех этих отелей. Дальше у нас Ocean Riviera Paradise в шести километрах от центра курорта. Значит, комплекс Ocean Riviera Paradise состоит также из четырех отдельных зон. То есть это тоже огромная территория у отеля. Первая зона – это зона Дейзи, он подойдет для семей с детьми. Вторая зона – это Эден. Эден – это зона, где корпуса расположены ближе к пляжу. Зона Privilege – эксклюзивная зона специальной привилегии, улучшенные номера с VIP-сервисом. И последняя категория LBS – это только для взрослых 18+. К услугам гостей, то есть они могут пользоваться территорией друг друга, кроме LBS, потому что LBS – 18+. К услугам гостей – пять открытых бассейнов, 12 баров, то есть тоже инфраструктура полностью наполнена здесь, есть чем заняться. Есть рядом, если у вас корпус, например, 18+, то у вас будут свои естественные рестораны, привиледж-сервисы. Для детишек будут детские подарки при заезде, халаты в номере, детское меню. В отеле помимо мини-клуба для детей от возраста 4-12, есть также и тинейджер-клуб от 13 до 17. Очень удивительно, конечно, почему он назван только для тинейджеров, потому что я думаю, что взрослые с удовольствием там бы тоже провели время. Там PlayStation, Xbox, то есть такая прям активная развлекуха для подростков. Это закрытый клуб, куда не допускаются взрослые. Территория у данного отеля небольшая, она как бы вытянутая, по отелю курсируют гольф-кары. Что касается пляжа, если смотреть, так как это вытянутая территория, вот прям брать точку от лобби до пляжа, это где-то примерно 1 километр. Можно, естественно, эту территорию пройти пешком, можно доехать на машинке. Пляж у отеля такой, уже как, вот мы предыдущие отели разбирали, и Playa Car, которые размещены, у них широкая пляжная полоса, здесь уже пляж будет чуть уже. Заход в море песок, на пляже также есть песок, но вот опять же здесь уже не будет такой лазури и вот этой рекламной картинки, как у предыдущих отелей, которые размещены в Playa Car. Отель в любом случае пользуется популярностью. Отель цена-качество, туристы любят этот отель, часто бронируют, агенты часто спрашивают про него для любой категории туристов. Этот отель уже не на пляже Playa Car, то есть это тоже пляжная полоса, но уже не Playa Car. Это все мы сейчас говорим про Playa del Carmen. Что с пляжем? Еще раз, то есть этот отель, уже здесь не будет такой лазурного цвета воды, здесь узкая пляжная полоса, но в любом случае, то есть заход в море песок, на пляже песок, все в принципе с пляжем хорошо, но вот этой рекламной картинки в этом отеле уже не будет. Следующий у нас отель Iberostar Paraisa del Mar и Iberostar Paraisa Beach. Тоже огромный комплекс отелей. Отель находится на пляже Параиса. Отели абсолютно одинаковые, они как зеркальное отражение друг друга, только отличаются, так скажем, декорациями номеров. Тоже в рекламном туре смотрели тот и другой, то есть реально они как бы абсолютно идентичные. Кто был со мной в рекламном туре, мои коллеги сказали, что один в один номер как кубинский. Поэтому на слайде вы видите холл, номер, территорию, ну и собственно саму пляжную зону. Тоже отель просто утопает в зелени, отель очень зеленый, джунгли, огромная просто зеленая территория. Архитектура выполнена, как вы видите, вот с левой стороны на слайде в таком колониальном стиле. Здесь будет широкая пляжная полоса. Как раз про волны вы говорили. Здесь волнорезов нет, поэтому вот именно в этом отеле будет присутствовать такая небольшая, некритичная, коллеги, небольшая волна. При заходе в море в некоторых местах есть камни. На территории тоже есть много развлечений. В течение дня дневная, вечерняя анимация, живая музыка. Я забыла вам сказать, что у Uberostar, как и у Rio, есть свое приложение, поэтому можете рекомендовать туристам скачать его на свой телефон и тоже пользоваться какими-то привилегиями в плане написать, вдруг что-то сломалось, закончились полотенца, сделать ранний подъем и так далее. То есть это удобное приложение. В декабре наши туристы не смогли из-за волн зайти и не купались. Мы были в ноябре, была небольшая волна, потому что мы специально проходили все пляжи, чтобы во время вебинара можно было четко ответить по поводу пляжа каждого отеля. Тоже есть и мини-клуб для детей, спортивные мероприятия в течение дня, есть дискотека как для взрослых, так и для подростков. Повторите, пожалуйста, название пляжа Uberostar. На пляже Paraiso. Да, спасибо, Гюзель. Paraiso. Поэтому тоже отель на хорошем уровне и смело можно рекомендовать любой категории туристов. Отель очень симпатичный. Следующее у нас место – это Puerto Aventuras. Оба отеля первая линия. Да, все верно. То есть все, отели два на первой береговой линии. Не везде, Давид, ориентируюсь по описанию отеля. Как с питанием? Дискотека. Вот по поводу, работает ли здесь эта дискотека, сказали, что работает. Одна для взрослых и одна для подростков. Бесплатно. Если мы про Uberostar, Paraiso, Del Mar. Значит, следующее у нас будет местечко Puerto Aventuras. Это тоже небольшой городок и он расположен примерно в 20 километрах примерно в 15 минутах езды от Плая-Дель-Кармен. Коллеги, какая норма багажа на рейсах Азор в Мексику, как и у любого чартерного перелета? Это уже 10 килограмм. Плюс, если вас интересует доплата, то вы можете увеличить норму багажа. Puerto Aventuras – это закрытый район. Он, так скажем, от больших городов отделяет его такой целый мир, так скажем. Побасть сюда без специального разрешения могут только организованные туристы, а это мы. Отличие этого курорта от остальных – наличие большого количества элитных отелей. Тоже много инфраструктуры в этом райончике, от таких, как от Dive Center, яхт-клубы, гольф-клубы, ну и прочих атрибутов богатой жизни. Эпидемиологическая ситуация, кстати, я вначале должна была тоже вам сказать, что ковидные меры, какие только соблюдаются в Мексике, естественно, вы не зайдете ни в один ресторан без маски. Еду можно будет где-то взять самостоятельно, где-то ее сотрудники ресторанов накладывают самостоятельно. То есть все в этом плане в Мексике строго. При заезде в отель стоит специальное оборудование, которое измеряет каждому туристу температуру. Поэтому вот в этом, хоть Мексика и лояльное направление, но отели относятся очень, так скажем, заботливо к своему туристу. Проверяют каждого на температуру. Значит, первый у нас будет отель. Это Каталония, Ривьера, Maya Beach and Spa. Тогда мы, когда были в рекламной туре, это был, кстати, первый отель, в котором мы остановились. Он имеет четырехэтажные корпуса и виллы. Такой, знаете, как эко-отель. Я думаю, по фотографиям вы видите. Он имеет совсем небольшую площадь. Пляж находится, естественно, тоже в шаговой доступности. Говорили, что пляж этот очищают ежедневно. Если вдруг они есть, водоросли, то пляж очищают ежедневно. Можно выходить здесь уже за территорию отеля. Но она такая минимальная, но можно будет найти какие-то магазинчики, посмотреть, как живут, так скажем, местные жители в своих частных домах. Пляж здесь, опять-таки, не как в Плай-кар. Здесь будет небольшое расчищенное место для постепенного входа в море. Будут где-то попадаться булыжники, камни. По пляжу он будет немного каменистый. Не идеальный, конечно, пляж с лазурной волной и белоснежным песком. Но здесь на удивление, так скажем, приятное удивление было, что здесь достаточно качественная еда, качественные алкогольные напитки. Здесь в одном... Ну, в этом отеле дают свежевыжатые соки. Только у меня звук дергается, коллеги. Всем меня хорошо слышно, чтобы мы вдруг что-то не пропустили. Звук хороший. Отлично. Спасибо. Спасибо всем, что вы меня слушаете. Отлично, отлично. Значит, я могу продолжить. Значит, питание. Здесь есть свежевыжатые соки. Такая очень интересная развлекательная программа. Во время ужина играет живая музыка местная. Местные музыканты, так скажем, развлекают вас, чтобы вы приняли вместе с ними участие. Поэтому такая очень дружелюбная обстановка в данном отеле. Номера, как вы видите, вот на фотографии сверху, справа, они достаточно тоже простые. Все основное оснащение есть. Минимальная категория – это Garden View. Вы выходите, и у вас вид на сад. Красота невероятная. Балкон или терраса – вид на сад. Также в этом отеле есть вип-концепция. Поэтому, когда была последний раз реновация… Зарин, помоги, пожалуйста, когда последний раз была в этом отеле реставрация. Реновация, точнее. Доступ в эксклюзивный бар. То есть есть определенные привилегии, у кого вип-концепция. Ну, про пляж не слышно было. Можно пару слов? Да, коллеги, еще раз дублирую тогда. Пляж, он каменистый. Вот основная у нас фотография слева. Пляж каменистый. Будут попадаться камни, булыжники. Но есть… У нас коллеги купались. Есть расчищенная зона для постепенного входа в море. Но здесь… Отели убрать камни, булыжники – это пугает туристов. Но здесь, да, не будет здесь уже такой лазури, не будет белоснежного песочка. Ну, отель, так скажем, цена-качество, что можно подытожить. Кому нужен пляж, например, ну, вот, например, как по мне, я всегда смотрю отели с качественным и классным пляжем. То вот здесь, конечно, туристы такого максимального удовольствия не получат. Вся инфраструктура неплохая. Отель, как мы любим говорить, цена-качество. Напитки, еда, анимация. То есть все такое на уровне. Думаю, вот, отель все-таки подойдет больше для взрослых людей. Молодежи, ну, скорее всего, здесь будет скучновато. Кстати, вот в этом первом отеле мы как раз увидели эти агуси. И, господи, они такие маленькие, хорошенькие. Поэтому все хорошо, но вот есть определенный нюанс у этого отеля. Вот, следующая у нас категория отелей. Это Барселла отели. Барселла Майя Гранд Резорт, Барселла Майя Пелес и Барселла Майя Ривьера Эдалсонли 18+. Пока не буду переключать слайды на индивидуальные отели. Прошу вот сейчас внимательно с этой концепцией отеля ознакомиться. Значит, смотрите, эти отели у нас находятся в 20 километрах к югу от Плай-дель-Кармен. Значит, тоже они вот в этом местечке Пуэрто-Авентурас. Смотрите, у нас на сайте в поиске тура вы сможете увидеть Барселла Майя Гранд Резорт 5 звезд. То есть это категория, которая объединила в себе отели Майя Кариб. Вот они здесь, смотрите, на карте. Майя Бич, Майя Колониал и Майя Тропикал. То есть все эти четыре категории у нас, категории отелей, объединены в одно название. Барселла Майя Гранд Резорт 5 звезд. То есть при бронировании данного размещения туристы будут размещены в любом отеле комплекса Барселла Майя Гранд Резорт на усмотрение отеля. То есть эти отели, они примерно плюс-минус идентичны. То есть начинка номеров, декорации и так далее. То есть единственное, что может отличаться, это вот дизайн лобби, например. То есть если Майя Кариб в стиле Майя, Колониал в мексиканском стиле. Поэтому обращайте внимание, у этого Барселла Майя Гранд Резорт, вообще у комплекса Барселла Отели, вы видите, какая огромная пляжная полоса. То есть она составляет протяженность 2 километра. Повторите название, пожалуйста, еще раз. Барселла Майя Тропикал, Барселла Майя Колониал, Барселла Майя Кариб и Барселла Майя Бич. Эти отели называются у нас одним, объединены в одно название Барселла Майя Гранд Резорт 5 звезд. Выделяется отдельно Барселла Майя Пелос и Барселла Майя Ривьера 18+. Эти тоже 2 отеля имеют более высокий сервис и высокий уровень обслуживания. Рестораны общие, да, пользуются инфраструктурой друг друга. Кроме Барселла Майя с припиской, Майя Пелос опять. Майя Ривьера, извиняюсь, Ривьера 18+, и Майя Пелос. Комплекс для... то есть эти 2 отеля более высокого уровня. То есть Барселла Майя Гранд Резорт этими 2 отелями пользоваться не может. Только 4. В любой из 4 отелей, да. Зарина, спасибо. Ну, перейдем уже непосредственно к комплексу Барселла Майя Гранд Резорт. Барселла Майя Гранд Резорт. По поводу территории тоже предлагается невероятное большое количество всяких услуг. Они... ну, сейчас перечислить их невозможно, потому что их реально очень много. Самое интересное это на территории, представляете, есть боулинг. Примерно где-то 12 долларов за игру, за дорожку. Каток. Просто невероятное, да, сочетание. Здесь солнце, жара, здесь каток, где можно покататься на коньках. Ну, вот такое невероятное сочетание. А из Пелеса и Ривьера можно пользоваться? Смотрите, коллеги, сразу же. Так как у нас Ривьера Майя... Барселла Майя Ривьера – это отель только для взрослых. Барселла Майя Пелес, там можно останавливаться с детьми. Естественно, он пользоваться не может Барселла Майя Ривьера за счет своей возрастной категории. Барселла Майя Ривьера может пользоваться абсолютно всеми услугами комплекса. Есть свой риф у этого отеля. Один из самых, можно сказать, больших. Можно увидеть черепах. Люди здесь занимаются снорклингом. Есть тоже и расчищенная зона для плавного захода в море. Между отелями, по комплексу точнее, между отелями от лобби к лобби есть тоже и расписание. Есть название лобби, то есть не хаотично передвигается от одного лобби отеля к другому. Я думаю, на месте туристы смогут точно уточнить. Курсирует двухэтажный, как экскурсионный автобус, курсирует вот каждые 10-15 минут. Также в этом есть отели VIP-концепция. Следующий у нас отель – это Барселла Майя Пелес. Вот как раз те отели, которые имеют более высокий уровень. И сервис обслуживания подойдет для семейного отдыха. Самая большая здесь зона бассейнов. Могут пользоваться все территории, как ранее было сказано, кроме отелей для взрослых. Многочисленные рестораны, разнообразное питание, развлекательные программы. Семейный отель, ну вот он совмещает в себе вот все необходимое для незабываемого отдыха. Как пляж. Вот я уже ранее сказала, что здесь даже есть свой риф, один из самых больших. Можно увидеть черепах, снорклингом занимается. Есть зона для захода в море, где расчищено от камней. И огромная пляжная полоса, которая составляет 2 километра. Вот отель, самый последний, который в сети Барселла Майор-Ривьера. Он, ну можно считать, он абсолютно новый. Вы заезжаете в этот огромный холл, современный, стильный. Отель был открыт в сентябре 2019 года. Как я уже сказала, отель только для взрослых, 18+. Можно посмотреть рыбок. Да, Зарин, спасибо. Мы все пляжи обошли, все видели. Это состоит из пятиэтажного здания. Ну вот еще раз продублирую. Гости отеля Барселла Майор-Ривьера имеют неограниченный доступ к шести ресторанам буфет, снэк-барам, 11 ресторанов а-ля Картиво, комплекса Барселла Майор-Резорт. Новый, современный, стильный отель для комфортного, спокойного отдыха. Номерной фонд, ну сами понимаете, он здесь новый, с 2019 года. Все чисто, аккуратно, свежие номера. Каждый четверг проходят тематические ужины, шоу-программы. Традиционные кухни, ярмарки какие-то проходят, живая музыка. Поэтому, ну вот, кто хочет так очутиться, так скажем, в мини-городе, я думаю, за 11 дней там, наверное, уже территория невозможно будет пройти. Но вот развлекательных моментов очень много. Можно найти для себя и занять себя вот в любое время суток, чем угодно. Отель, я вообще про комплекс Барселла имею в виду. То есть Барселла, как вы видите, ориентирован на любую категорию, возрастную категорию. Вот этот Барселла Майоривьера, да, он спокойный больше. Здесь только взрослые. Все вот в таком, не спеша, все очень... Ну вот, отель, да, больше для спокойного отдыха все-таки. Обособлен только на 18+. Ну что, коллеги, мы сразу же с вами перейдем уже в местечко Акумаль. Акумаль – это тоже небольшой курорт на Карибском море между Тулум и Плайо-дель-Кармен. Но едут сюда, естественно, не только за пляжем, золотым песочком и так далее. Здесь едут туристы, а главное, говорит, вот Акумаль – это говорящее название. В переводе оно означает «черепаховое место». Ну, безусловно, на пляжах, отелях наблюдать черепах туристы не будут, но черепахи обедают в отдельных бухтах, куда туристы смогут приобрести экскурсию через гидов нашей компании. Не проводилось в виде эпидемиологической обстановки. Да, во многих отелях дискотеки отменяются до особых распоряжений. Ну что, коллеги, перейдем к следующему огромному комплексу. Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa. Отель расположен как раз вот в этом местечке Акумаль. Отель был открыт в 2006 году. Последняя реновация проводилась в 2017 году. Тоже состоит из комплекса трехэтажных корпусов. Имеются лифты. Зарина, объясни, пожалуйста, Ольге Макеевой размещение согласно оснащению номера. Я пока не буду отвлекаться, попозже смогу ответить, также присоединиться к ответу на вопросы. Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa. Здесь условно отель тоже делится на две секции. Riviera называется и Mayan. Тоже они как бы отличаются цветом дивана и покрывал. То есть тоже один большой, огромный комплекс. На территории, как вы видите, вот с левой стороны, есть ленивая речка, релакс-бассейн. Для детишек здесь, да и в принципе для всех взрослых, есть дельфинарий. Очень много мест для перекусов. Есть скайбарк на крыше, мини-клуб с развлечениями. Вечерняя дневная анимация, есть живая музыка каждый вечер. Территория большая, она хорошо ухоженная. Как корпуса, как мне показались, они достаточно такие, не дельфинари за дополнительную плату. Достаточно устаревшая архитектура и стиля, но ухаживают за ними тщательно. Все номера были реновированы три года назад. Вот посмотрите, пожалуйста, тоже на верхнем слайде в правом углу, вот как раз эти светлые огромные номера. Мини-бар в Барселло, насколько я помню, дельфинария нет. Если не трудно, Заре, пожалуйста, посмотри. Дельфинарии вот в этом отеле точно есть, информация была нам предоставлена. Минимальная категория здесь, Deluxe Junior Suite. Вот как она на сайте, на фотографии присутствует. Мини-бар обновляется каждый день. Ночень пива, вода, какие-то софт-напитки. Номер, как вы видите, вот как раз согласно оснащению, вы спрашивали, вот здесь есть как раз гостиная, зона с диваном, кроватью. И в данном отеле, в данном номере могут размещаться максимум 4 человека. По пляжу. Вот смотрите, на левом слайде, на левой картинке, вы видите как раз, как с высоты птичьего полета обстоят дела с пляжем. То есть есть здесь природный риф, люди занимаются тоже снорклингом, есть ровный заход в море, но вот через 5 метров будет береговая природа, 5 метров от берега природная плита. Здесь будут небольшие водоросли, поэтому вот по пляжу он такой разделен, как вы видите на фотографии, на две части. И вот есть все-таки небольшая зона для такого ровного захода в море. По питанию все хорошо, здесь тематически есть рестораны 3 раза в неделю на человека, они требуют предварительную резервацию. Кто вот едет, если за морем, то здесь, конечно, будут вопросы. Здесь пляж никак, в Плайкар не будет лазурной воды, не будет вот этих вот выдающихся видов. Но, кстати, здесь есть такой запоминающийся момент. На территории отеля есть сохраненный памятник Майя. По территории бегают тоже разные зверюшки. Ну вот с моей стороны отель обудала такую твердую четверку для семейного размеренного отдыха. По поводу, вот все спрашивают, пауки и так далее. То есть вот в наше прибытие пауков не встречали, насекомых также не было. Были только насухи на балконе. Следующий у нас тоже комплекс Grand Paladium Riviera Maya Resort. Он тоже, если вы откроете информацию по данному отелю, он делится на несколько отелей. Grand Paladium Colonial Resort, Grand Paladium Contina и Grand Paladium White Sand. Contina мы не продаем, но, однако же, гости и гости могут пользоваться отеля, могут пользоваться территорией, бальсейными ресторанами и барами всего комплекса. То есть некоторые рестораны, естественно, могут быть платными. Здесь тоже невероятно просто огромная территория. Очень красивый, зеленый, ухоженный отель. Бесконечная вот эта вот живописная территория. Вежливый персонал. По территории опять-таки бегают насухи, агути, игуаны. Вечером можно встретить енотов. Есть крокодилы, есть прудик с рыбками и цаплями. Перед въездом, вот главная фишка этого отеля, перед въездом в отель расположен пруд с фламинго. Вот просто буйство зелени, красок, животные и птицы – это вот одна из причин выбора данного отеля. То есть многие выбирают именно поэтому. Отель был построен в 2002 году. Последняя реновация проводилась в 2014 году. Схема палладиумов есть. Она есть или на сайте, или можете мне написать в отдел маркетинга. Смогу вам скинуть даже видео, если кому-то интересно. Да, или в отдел по работе с агентствами. То есть как удобно будет. Была я и Зарина в этом рекламном туре, поэтому с радостью всем максимально постараемся помочь. Тоже активная инфраструктура у этого отеля. Девять а-ля карт ресторанов. Ужины в ресторанах а-ля карт безлимитны. Большинство этих ресторанов не требует предварительно резервации. Спа-центр есть. Спорт-центр с теннисными кортами. Спорт-бар, который работает 24 часа. Можно там и покушать, и выпить какие-то напитки. Есть амфитеатр для детей. Мини-клубы для детей тоже есть. Бэйби-клуб для совсем маленьких гостей до 3 лет. Их можно оставлять максимум на полтора часа. Есть подростковый клуб 13-18 лет, бассейн и аквариум с крокодилами. Даже есть на территории отеля католическая церковь. То есть кто-то там даже проводит свадебные церемонии. По информации от отеля, месяц назад была реновация лобби. Смотрели стандартную категорию делюкс. Ну тоже, то есть двуспальная кровать скинг, две кровати дабл, вид на сад. То есть большие просторные номера. Немного они, может быть, где-то устаревшие. Как мне показалось, требуют небольшой реновации. Но, опять-таки, номера чистые. Мини-бар пополняется каждый день. Все отели, первая линия. И у всех отелей песчаный вход и вход песок. Месяц назад реновация лобби. Да, как нам сообщила по информации отеля, один месяц назад была реновация лобби. Ну, смотрите, один месяц назад, это были мы в ноябре. То есть, получается, месяц назад в октябре была реновация. То есть, несколько, пару месяцев назад была реновация в лобби. Во время вашего пребывания была хорошая погода. Вы знаете, были периодически дожди, но погода вот менялась две секунды, и дальше светило солнышко. И у нас, конечно, рабочий процесс продолжался, но туристы загорали, купались, и погода, да, была очень комфортная для отдыха. Гранд Палладиум. Что с пляжем? С пляжем все хорошо здесь. У всех отелей песчаный вход и вход песок. То есть, опять-таки, как для молодежи, так и для семейных пар. Далее у нас, коллеги, мы уже будем переходить от Ривьера Майя плавно к Канкуну. Мне кажется, это такое направление. Слышали абсолютно о нем все. Самый популярный город, курорт в Мексике. Расположен на восточном побережье полуострова Юкатан. Ну и славится, конечно же, Канкун чем? Это своим белоснежным, белоснежно-песчаной косой, бирюзовым цветом воды. Ну и из иллюминатора самолета вот эта цифра, знаменитая 7. Вот она слева как раз выставлена. То есть, омывается с одной стороны Карибским морем, с другой стороны лагуна. Очень много предупреждающих знаков. Бывает волна. Очень активная ночная жизнь. Да, согласно Земфире, здесь абсолютно другая энергетика. 50 оттенков лазурной бирюзы. Ну и вообще здесь славится своей ночной жизнью. Здесь активная инфраструктура. Когда вы уходите за территорию отеля и получаете и магазины, и рестораны, и какие-то, может быть, дополнительные платные пляжи, кто живет в городских каких-то отелях без своего собственного пляжа. Кока-бонго. Я думаю, все абсолютно знают этот ночной клуб. Он считается одним из самых лучших. Честно признаюсь, коллеги, я, к сожалению, до него не доехала. Но я надеюсь, что вы все там побывали и получили максимальное удовольствие. Потому что я только слышала, что энергия реально очень веселая. И время там летит просто незаметно. Уникальное шоу. Каждую ночь Кока-бонго создает там вечеринки, атмосфера которых отличает его от других клубов. Далее, значит, по косе. Как вы, если вы хотите перемещаться по этой косе, курсирует автобус R1-R2 по так называемой отельной семерке. Их название переводится с испанского как маршрут 1 и маршрут 2. Это достаточно дешевый, удобный, безопасный транспорт, курсирующий по бульвару Кукулькана, где находятся все отели Канкуна. И длина его 23 километра. Перейдем мы с вами, значит, самый пока дальний район Плай-Мухерас. Этот небольшой курорт на берегу моря к северу от Канкуна. И он вот как раз находится вдалеке от суетливых толп туристов. Значит, этот строящийся курорт здесь за территорией отеля. Как раз мы сейчас будем здесь рассматривать только один отель, Рио-Ду-Намар. За территорию отеля данного комплекса выйти некуда. То есть, если вы вдруг захотите добраться до Канкуна, то воспользоваться общественным транспортом здесь вы не сможете. Вам нужно только будет воспользоваться и доехать на такси. Вот он, Рио-Ду-Намар. Сколько стоит билет на автобус? Напишите, коллеги, запрос. К сожалению, не пометила себе. Не помню, сколько стоит билет, но смогу точно. Около 10, да, дешево стоит. Спасибо, Зарин. Помню, что очень маленькая сумма, но решила, так скажем, не дезинформировать агентов. Значит, отель находится как раз на побережье Коста-Мухерас. В 18 километрах от центра города Канкуна. Отель тоже абсолютно свежий, новый. Он открыт в 2017 году. Состоит из пятиэтажного здания. Как ранее сказала, выйти некуда, но отель располагает всей инфраструктурой для такого незабываемого времяпрепровождения, потому что здесь есть почти абсолютно все. Рядом есть еще с этим отелем Рио Коста-Мухерас, пять звезд. Он с более высоким уровнем. Рио-Донамар пользоваться этим отелем не может. Но вот чтобы вы, в принципе, знали, что рядом есть еще один отель в сети Рио. Все включено круглосуточно. Первая береговая линия. Здесь будет огромная широкая пляжная полоса. Очень красивое море. Обширная развлекательная программа как для детей, так и для взрослых. Есть основные рестораны, тематические рестораны. На территории, как вы видите вот на фотографии, есть свой аквапарк. Он, сколько там, по-моему, 5-6 горок. Есть 5 бассейнов, детский бассейн, тренажерный зал. Есть спортбар, который работает 24 часа, 4 а-ля-карт ресторана. Без предварительной резервации работают эти рестораны. Не забываем про приложение Рио. Номера стандарт в стиле Рио. Они просторные, светлые, свежие. С номерами все отлично. Также есть диспенсер с алкогольными напитками. Отель создан вот как раз для прекрасного времяпрепровождения. Для тех, кто хочет качественный отель, но вот готов еще тратить немного денег, если вы вдруг собрались до Канкуна, до центра. Да, пляж отличный, Оля. Пляж просто замечательный. Отличный как для молодежи, так и для семейного отдыха. Каждая категория найдет, чем там заняться. Ну и плюс вот он новый, свежий 2017 года. Волны как таковой мы здесь не увидели. То есть он вот такой был в более... Море было более в таком статичном состоянии. То есть море было шикарное. Перейдем мы к следующему отелю. Это отель Калипсо, отель Канкун, три звезды. То есть уже это не Плая Мухерес, это городской отель, так скажем, самое начало семерки. То есть я начала от самого дальнего региона, и вот мы чуть-чуть переходим ближе уже к городу. То есть этот отель три звезды. Знаю, что, коллеги, что вы его бронируете. Предлагаете туристам небесно-голубой, Канкун, активно его бронируете. Всего вот 125 номеров. Отель совсем такой кнопочный, маленький. Два бассейна, очень простой номерной фонд. Там одно девятиэтажное здание. Лифт есть, это хорошо. В районе Плая Линда он находится. Рядом с отелем множество. Здесь будет кафе, баров, ночных клубов. Мы данный отель продаем без питания или на завтраках. Завтраки только американские. Да, Лилия, спасибо. А Зарина отвечает, вода в этой части спокойная. Да, спасибо, Зарина. Да, в Плаймухерос вода спокойная. В Калипсо только американские завтраки. Так, по пляжу приношу извинения. Не забыла ответить, что по пляжу. Пляжа здесь своего нет. То есть общественно песчаный пляж находится в 200 метрах от отеля. Примерно в 8 минутах ходьбы. Ну, естественно, все оборудование будет у вас уже за дополнительную плату. По информации от представителей, помимо общественного пляжа, также есть еще платный пляж Мандала. Это примерно 10 минут пешком от отеля рядом с Кока-Бонго. Стоимость будет примерно 25 долларов. Но, смотрите, коллеги, все цифры в долларах я называю условно, потому что, сами понимаете, то есть цена, она такая очень нестабильная, может варьироваться, и по месту уже туристы уточнят уже конечную стоимость. Все стандартные номера очень простые, поэтому кто готов рассмотреть городской отдых за минимальные деньги, то, конечно, можно смело рекомендовать. Следующий у нас отель – это Occidental Costa Cancun. Тоже подскажите, что входит здесь в американские завтраки. Всегда разное описание выскакивает в интернете, и туристы по-разному говорят. Но, как правило, американские завтраки, что включают в себя? Это тост, яичницу, ну и какой-то напиток. То есть абсолютно минимальное питание. Лучше, конечно же, ну, чтобы у нас тоже не было дезинформации, но я думаю, что вот примерно такой состав. А там уже на месте туристы более подробно узнают. Будет запись вебинара? Будет. Будет. Обязательно будет. В конце тоже скажу, что вы про нашу платформу, и что вы в записи тоже можете посмотреть меня. Значит, следующий у нас отель – Occidental Costa Cancun. Значит, отель находится тоже в Канкуне, в районе Плай-Линда. Рядом тоже с многочисленными ночными клубами, рестораны, до Даунтан, как раз где все развлечения пешком, где-то минут 15. Расстояние до аэропорта, ну, где-то 25 километров, 30 минут езды. Но не забываем про ожидания всех туристов в автобусе. Вот как раз этот отель, если ранее мы с вами проговорили про Калипсу, вот Occidental Costa Cancun находится как раз напротив Калипса. Отель проводил последнюю реновацию в 2016 году. Состоит из пятиэтажного здания. Вот вы видите слева на слайде, на картинке. То есть он такой как бы имеет форму П, букву П, и вся, вот так скажем, движуха, развлечения, вот она проходит внутри этой буквы П. Отель на первой береговой линии. Тоже достаточно развлекательных мероприятий. Дневные и вечерние развлекательные программы. Построен, вот еще раз, буквой П. И развернут в сторону моря, кстати. При заселении можно, там есть а-ля-карт рестораны, которые требуют предварительной резервации. Вот при заселении можно сразу же расписать все рестораны, которые требуют предварительную резервацию, и в которые хотели бы попасть туристы. Елена, вам удачного рабочего дня, спасибо. Все номера Double Room просторные, Double светлые, есть мини-бары, снеки, пиво, вода. Вот на слайде вы как раз видите, что здесь небольшой пляж, узкая пляжная полоса, белый песочек, постепенный вход в море. Ну, сам пляж, то есть как бы песок, лежаки хорошие, а вот место для купания, ну вот на мой взгляд, там вот он совсем небольшой кусочек, метров пятьдесят в длину. И среди достоинств отеля, конечно же, это близость к местным достопримечательностям, просторные номера, ну и гостеприимное, в принципе, обслуживание. Рекомендуем для молодежи, для пар. То есть отель достойный. Ну, следующий, коллеги, у нас отель, это будет Рио Кариб. Отель 5 звезд. В отельной зоне уже находится в городе Канкун. Значит, не забываем использовать приложение Рио. Они все примерно, вот видите, номерной фонд, он дублируется, повторяется, и вот он примерно в одном стиле сделан. То есть Рио, они вот имеют, так скажем, один стиль. Все стандарты, ну, стандартные категории номера стандарт, просторные светлые номера с балконами, три бассейна, активная анимация, дневная, вечерняя, живая музыка, шоу, тренажерные залы, а-ля карт ресторана. То есть отель тоже такой вот с активной инфраструктурой. Также есть для детишек мини-клубы, мини-клуб Рио, джуниор-клуб, если детишки от 4 до 7, от 8 до 12 лет. Пляж, как вы видите на фотографии, пляж отличный, песок, постепенный вход в море. Вот, ну, красота невероятная. Пальмы. Но здесь, как и во многих отелях Канкуна, будет присутствовать небольшая волна. Мне понравился. Коллеги, которые были со мной, тоже понравился. Поэтому для любой абсолютно категории туристов. Следующая у нас категория отелей. Это Дос Плайс Бич Хаус Бай Фаранда 3 звезды и Майя Кариб Хаус Бай Фаранда 3 звезды. То есть это два отеля, которые, так скажем, плавно передвигаются, переходят от одного в другой. Дос Плайс, то есть гости отеля могут пользоваться территорией друг друга. Представитель данного отеля попросил обратить внимание всех агентов на то, что это пляжный отель. То есть у отеля есть, он хоть и 3 звезды, но у отеля есть свой пляж, своя пляжная полоса. На первой береговой линии для 3 звезды, ну и в принципе для отеля в Канкуне этот отель имеет достаточно, знаете, такую зеленую территорию. Там два главных здания, двухэтажные и 12-этажные виллы. Продаем мы данный отель по концепции, все включено. Как обычно, завтраки, обеды, ужины, шведский стол в мексиканском ресторане. Есть тайский ресторан, закуски, всякие там напитки алкогольные, безалкогольные. Номера, конечно же, в этом отеле будут эконом. Но вот отель, ну так скажем, с хорошим пляжем, такая фишка еще есть у отеля, знаете, как полоса препятствий на воде есть, вот ставится водное развлечение на воде, имеется в виду как полоса препятствий. Вот у этого отеля тоже есть на воде вот целый комплекс вот этих препятствий. Вот, и это входит в стоимость тоже, как развлекуха, можно как для взрослых, для детишек. Так, в Рио Кариб только прекрасный вид на море и само море. А что значит, Лола, на каком типе питания рекомендовать этот отель? Нормально ли там все включено? Вы имеете в виду продоз плайс? Ну, мы его продаем, по концепции все включено, поэтому отель, ну, с экономичными номерами, конечно же, но сам отель неплохой. Стоянка яхт, она есть, море визуально, да, было неплохое, то есть на самом деле, то есть отель с классной зеленой территорией, и где-то будут небольшие камни, но в принципе сам пляж с хорошим заходом в море. Для трешки, спасибо, Олеся, да, для трешки очень хорошее питание, для трешки очень хорошая территория. Единственное, что номера будут очень простые. А, вы даже там жили, анимации, считай, нет? Ну да, нас и предупредили. В режиме софт будет анимация, но сам по себе я тоже смотрела, мониторила, что данный отель тоже мы активно продаем, и агенты его спрашивают. Следующий отель у нас будет, это Occidental to Cancun. Он входит в сеть отелей Барселла. Тоже он находится в отельной зоне города Канкун. Всего в нескольких шагах, опять-таки, от торговых центров Куколька Плаза и в пяти минутах ходьбы от торгового центра Ла Исла. Очень популярный отель. Рядом вся инфраструктура. На пологой части едут туда, в Туканкун, Лилия, куда туда? Вы или туристы едут? На пологой части здесь считается, что здесь самый лучший пляж на этой части Семерки. Здесь просто кипит жизнь. Недалеко, опять-таки, Кока-Бонго. Лилия открыт в 2001 году и последняя реновация была в 2015 году. Ну, Лилия, ничего страшного. Я думаю, что если вы хотите в Мексику попасть, значит, нужно это делать. Нужно добраться до этого направления. Значит, собственно, песчаный пляж находится в шаговой доступности. Лазурная вода, белый песок. В общем, с пляжем там все абсолютно отлично и хорошо. Вечерние развлекательные шоу-программы. Есть вечернее шоу в театре. Тукан, лобби-бар, бассейны. В этом отеле есть также вип-концепция. В Туканье в нашем пребывании, ну, она была совсем небольшая, но с моря, то есть она была некритичная. Классное море вот в этом месте действительно. Есть вип-концепция. Ну, как бы перечислять, не будем тратить время. Вы сможете посмотреть на сайте. Ну, элементарно, то есть это индивидуальная регистрация, индивидуальный чек-аут, приоритетное бронирование ресторанов. Ну, и, соответственно, есть вот вип-гостиный премиум-левел. Стандартная категория в данном отеле – Double Room. Хороший, свежий, чистый, просторный номер. Отель им все в порядке. Мне очень понравился отель. Цена-качество для пар, семей, молодежи. То есть тоже можно как бы для любой категории туристов. Работает Кока-Бонго. Работает. Наше прибытие. И сейчас у меня есть знакомые, кто отдыхает в Мексике. Кока-Бонго сейчас функционирует. Работает, работает, коллеги. За меня, пожалуйста, сходите, кто будет в Мексике. И последний, коллеги, у нас будет отель Sandus Cancun Lifestyle Resort 5 звезд. Значит, отель находится тоже, естественно, в отельной зоне города Канкун. Реставрирован в 2012 году. И вот он состоит, на фото видно, из восьмиэтажного здания. Отель, хоть и не имеет приставки только для взрослых 18 или там 16+, но ориентирован он на взрослого, может быть, туриста, для туристов с взрослыми и детьми. То есть инфраструктуры для детей здесь нет. Отель работает по системе, естественно, все включено. Тоже находится на одном из самых живописных пляжей Канкуна. Про волну. Будет небольшая волна. Но, как мне показалось, она не была такой критичной. Я бы с удовольствием купалась бы и при такой волне. То есть она была вот небольшая. Пляж просто красивый, восхитительный. Каскадный в этом отеле трехуровневый пейзажный бассейн. Вот здесь на фотографии не очень хорошо видно, но вот кто будет отправлять туристов, обратите на это внимание. То есть трехуровневый пейзажный бассейн и большая гидромассажная ванна на 10 человек. Помимо здесь основного ресторана работает снэк-бар, бар у бассейна. Также отель устраивает разные развлекательные программы, мероприятия. Звучит живая музыка. Рядом с курортом на отеле также находится вся инфраструктура, магазины. Ну, идти там минут 5-7. Ну, смотря каким, конечно, шагом идти, может быть, кому-то и 10 минут потребуется. Ну, естественно, множество баров, ресторанов и так далее. То есть отель такой очень интересный и тоже обратите на него внимание. Значит, что можно посмотреть в Мексике? Ну, естественно, главное место пребывания, так скажем, сосредоточения всех туристов это Чичин и Ца. Во время однодневной экскурсионной программы мы смотрим, естественно, невероятное чудо Мексики. Это один из самых впечатляющих городов культуры индейцев майя. Туристы познакомятся с важнейшим городом и загадка древних индейцев. Как вы знаете, Чичин и Ца вошла в список новых 7 чудес света. То есть тот, кто летит в Мексику, я думаю, что это основное место, куда можно и мы советуем съездить. То есть одно дело, когда вы, знаете, коллеги, смотрите фотографии там в Инстаграме или в каких-то соцсетях и другое дело, когда вот этот масштаб вы видите воочию. Экскурсия будет очень интересная. Вы сможете во время пока добираетесь в автобус к вам присоединиться предок майя. Он сможет вас научить каким-то простым словам своего народа и сможет составить дополнительную плату в ваш личный гороскоп. То есть тоже очень интересно. Если вы хотите какие-то приобрести сувениры, то вы сможете это смело сделать именно вот в этой экскурсии, потому что я вот лично маме привезла тарелочку из Чеченица. Предки Майя тоже ее делали, поэтому все достаточно доступно по цене. По цене, да, приблизительно, Зарина, спасибо. Экскурсия стоит от 100 долларов, но цены лучше туристам уточнять непосредственно на месте у представителя туроператора. Там отрубит Александр, сбросит с пирамиды. Ну, кстати, такой небольшой факт, что сейчас подниматься, вот если вы видите фотографию, нельзя подниматься на верхушку данной пирамиды. К сожалению, не помню в каком году, но случилась трагическая история. Американка турист упала с данной пирамиды, и после этого закрыли вход, закрыли возможность подниматься наверх, на верхушку. Следующее у нас, что посмотреть, коллеги, это, естественно, сеноты. Я не знаю, кто-то был, уже видел воочию тоже это чудо света, потому что мы всегда ездим на океаны, на моря, а здесь такое чудо света, как сенот, то есть это необычайное образование, находящееся под землей, имеют природное происхождение, и они существуют полуоткрытые, открытые и закрытые, поэтому обязательно, коллеги, если вы там будете, хоть и холодная там вода, но не поленитесь, переоденьтесь и покупайтесь вот в этом месте. Эхо, красота, вот это вот объемы просто поражает, на самом деле очень классно увидеть это все вживую. Ну да, кстати, я забыла сказать, что Чеченица, что вы видите, то есть это знаменитую пирамиду как раз Кукулькана, то есть это вот основное место. То есть про сеноты. В каждом сеноте возможно встретить множество интересных активностей. Во время нашей пребывания у нас не было активности, ну я имею ввиду плавание с маской, трубкой и так далее. Мы только плавали, но этого было на тот момент достаточно. Далее, значит, у нас что можно еще посмотреть, это парк Шкарет, как вы знаете. Тоже невероятное зрелище. Самый настоящий, так скажем, кусочек рай, и он расположен тоже на побережье Карибского моря. Во время посещения парка удивительные, возможно, удивительные тропические и морские ландшафты. Предлагает широкий выбор мероприятия для семьи, то есть там будут и подземние реки, мангровые заросли, плавание на плоту по райской реке, тропические джунгли. Ну, в общем, это невероятный и удивительный парк, для туристов удивительная возможность увидеть различных редких представителей животного мира Мексики. То есть вот тоже данный парк заслуживает одного дня вашего пребывания для посещения и увидеть все это тоже воочию. Ну, помимо этих экскурсий, естественно, экскурсий большое количество. Мы также еще ездили за дополнительную плату на остров женщин, поэтому будете, если в Мексике, то, естественно, любой турист может выбрать для себя экскурсию по душе. Коллеги, все дополнительные вопросы, если Зарина сейчас успеет, мы ответим. Это был последний наш слайд, последняя информация по Мексике, которую я хотела вам сегодня донести. Многие отписывались в чате, будет ли запись, да, коллеги. Аннекс про вебинар, подключайтесь к нашему YouTube-каналу, там содержит, хранятся все актуальные записи по всем вебинарам. Вдруг сегодня кто-то не успел, конечно же, меня посмотреть. Пожалуйста, добро пожаловать на нашу страничку, смотрите, будем рады вас там видеть. Далее, хотела бы вам всем выразить еще раз свою благодарность, сказать вам огромное спасибо, что были на протяжении со мной этого времени. Я вам желаю удачного рабочего дня сегодня, всего хорошего, спасибо за внимание, пока, коллеги, до свидания.